Эта история началась в 18-м. Тогда главу Камня Федора Найдина отстранили от должности из-за уголовного дела. Исполняющие обязанности назначили Евгению Гордиенко. И только сегодня каменские депутаты выбрали нового главу района Ивана Панченко, до этого заместителя председателя райсовета. Для многих это оказалось неожиданным, что видно по реакции самих депутатов. Избран Панченко Иван Владимирович. Так что все проходило в соответствии с регламентом. Поэтому еще раз пожелаю вновь избранному главе удачи. Она не помешает, ведь по мнению политолога Константина Лукина утверждение Ивана Панченко означает, что тучи над камнем не развеются. В конфликте исполнительной и законодательной власти сейчас верх одержала последнее. Так что кризис власти может продолжаться, а Панченко, вероятно, перейдет в режим политического устранения противников. Если это перетурбации в районной администрации будут долго, и там часть районной администрации будет уволена, пока найдут новых, это приведет к большому действительно коллапсу. По мнению политолога, вероятно, и Гордиенко покинет администрацию. Об этом она давно мечтает. Хотя именно она, в должности исполняющей обязанности, была наиболее эффективной среди предшественников. У нового главы будет много работы. В первую очередь вопрос отопления. Долги мупа, нехватка угля. Об этом и говорил Панченко. То есть на данный момент это проблема на слуху, это нарыв, который, если еще не вскрылся, но уже хотя бы диагностирован. И он, конечно, не применил возможностью озвучить свои мнения, соображения на этот счет. Тогда как другой кандидат, Евгений Гордиенко, обошла проблемную зону этой стороной в своем выступлении. Сессия райсобрания длилась 4 часа, прослушали 11 кандидатов. Один сделал самоотвод, а другой призвал и вовсе голосовать за более достойного кандидата, но не за него. В итоге 12 голосов за Ивана Панченко, 2 за Дмитрия Ворсина, работника Гурдумы Барнаула, и 2 голоса за Гордиенко. Не у дел остались кандидаты и предприниматели, безработные, пенсионеры. По словам политических экспертов, краевые власти приняли строгую позицию. Не вмешиваться в каменские выборы. Но сколько еще времени нужно, чтобы все разрешилось на месте? Андрей Дриер, Николай Шилко, День с толком.